К нам часто обращаются люди, столкнувшиеся с какими-либо проблемами в надежде на поиск правды и решение их вопросов. Так, вчера в 5 часов вечера нам в редакцию позвонили жители поселка Кубриз, сообщив о крупном пожаре, который бушевал вблизи многоквартирного дома на территории около железной дороги. Мы сразу же выехали на место. Девушка, тут горит все, все горит. Одна пожарка была, вода кончилась, уже ехали гидрант искать. В Кубризе по промышленной в конце. И каждый год, слава Богу, и каждый год горим. И администрация бесполезна, берите косы и косинки. Камыш горит в этом районе с завидной регулярностью раз в год, это точно, говорят местные жители. Вот и вечером в среду после обеда они заметили дым, идущий из зарослей водоёма. Этот милый природный уголок – дом для десятков водоплавающих птиц и диких животных. А ещё это прекрасное место для свалки мусора и игр со спичками, рассказывают жители дома, расположенного по улице Промышленная, 69. Они-то и стояли в авангарде борьбы с огнём. Когда загорается камыш, люди здесь хорошо знают, что делать. Бегали вокруг с тяпкой, с лопатой, чтобы к дому не подошло. Пожарку вызвали, и долго не было. Переезд долго был закрыт. Огонь был настолько сильным и захватил такую большую территорию, что приехавший пожарный расчёт не смог затушить его одной машиной. На тушение пожара профессионалами ушло более часа работы. Завершив своё дело, пожарные удалились, отказавшись от комментариев. Вследствие того, что тушение мусора и травы – это не их победа, а недочёты в санитарной работе, ответственных за скашивание ненужной растительности. Жители стараются содержать придомовую территорию в порядке. За домом они разбили огород, укрепили его границы и растят урожай. Но, к сожалению, шины – это не только хороший для берега укрепления объект, но и прекрасно горящий материал. Окост камыша своими силами они тоже периодически ведут. Но по сырой земле водного объекта это не всегда можно сделать. В прошлом году я свой вот этот участок разов пять косил. Сапог не хватает, то тонешь в болото. Поэтому вот рядом с домом не скошено. В городской администрации нам сообщили, что окашивать эту территорию они не уполномочены, так как она находится под ведением компании РЖД. Дозвониться же до местного руководства станции на протяжении нескольких часов нам так и не удалось. Вот и получается, что проблема есть и ответственные есть, но в ответ только гудки. Мария Климова, Александр Косисин, программа События.